здравствуйте дорогие друзья любители винограда сегодня мы по одноочисленным просьбам наших подписчиков хотим перри поговорить на тему так когда же начинать работу по выращиванию вегетирующих саженцев винограда если кто-то из вам скажет что нужно такого то числа или такого то это будет очень неправильно и нечестно здесь много факторов влияющих на дату момент начала работы по выращиванию вегетирующих саженцев ну прежде всего давайте посчитаем сколько времени потребуется нам для того чтобы вырастить качественный вегетирующий саженец а качественным я считаю тот саженец который имеет не менее 7 8 листьев рост до 50 сантиметров заполненная должна быть емкость хотя бы литровая корешками чтобы не рассыпался он при высадке земляной ком и чтобы мы использовали теплое время теплых условий где мы будем выращивать саженцы они высаживали в холодную землю зависит будет от того где будете высаживать саженцы дома или на даче если дома можно пораньше мы сможем защитить от возможных возвратных заморозков если на даче куда он приезжаем один раз семь дней на один два дня мы можем приехавши только руками развести и расстроиться от того что саженец наш погиб зависит будет от того как вы будете будете выращивать саженцы с кельчеватором с кельчеванием или без если будем кельчевать значит на 5-7 дней процесс ускориться надо чуть позднее на 5-7 дней если без значит раньше зависит будет от температуры выращивания саженцев если вы будете следовать именно по инструкции по рекомендациям и придерживаться температуру 22-28 градусов это одно время потребуется для выращивания саженца если это будет 18-20 градусов это совсем другое и так когда же начинать работу щебуками ну давайте тогда посчитаем вот выточили мы из подвала сколько там у нас из холодильника 23 дня нужно просто положить полиэтиленовом мешочки в комнатную температуру чтобы эти щебуки адаптировались еще день пойдет на обрезку ну и именно помещение туда куда вы хотите но скажем баночку там стаканчик или еще куда то значит еще до 25 а то и 30 дней потребуется чтобы через 12 дней пошли расти побеги а еще через 10 дней пошли корни и пока не два сантиметра или полтора хотя бы не подрастут но месяц уходит вот 35 дней сегодня мы начали через 35 дней мы только сможем поместить их в емкости землей и когда мы повестим емкости землю то чтобы этот саженец дорос вот хотя бы до такого размера ну вот ну скажем вот как я держу вот видите 78 листьев или вот как они там значит находится в рассаднике чтобы вот тот такой был в них пророст и еще потребуется и как не считай а где-то 70 75 дней с момента начала рост работы черенками нам потребуется вот теперь смотрите в каком регионе вы живете если это юг можно высаживать ну и если это не на даче дома 25 скажем апреля там 30 если вы на даче я бы вам рекомендовал хотя бы 15 и не раньше если вы более северных регионах старым курская область там подмосковье видимо уже после николая как мы говорим потому что вероятность возвратных заморозков иногда очень серьезных очень большая если кто-то будет сажать кстати значит пораньше и значит я рекомендую сразу как я делаю эту яму значит посадил сарнис об этом мы будем потом еще более подробно говорить но сразу тройничок то есть три таких вот речки ставлю я или четыре и на нее сразу спонбонд набрасываю придавливаю и тогда можно как говорится спокойно спать а если смотрим с вечера что намечается видать по погоде что да на ночь может быть мороз такой серьезный 35 раз спонбонд не поможет поигнет выйдите не поленитесь поздно вечером какую-то возьмите там тряпку там одежду и накройте его до утра он подрастет вот это я считаю вам по деловому рассказал и ответил на вопрос когда же начинать работу по проращиванию витирующих черенков и вращивание витирующих сарнисов смысл я думаю понятен доступен сами посчитайте точной даты вам никто не скажет только вам решать как вы это будете выращивать где будете сажать когда будете сажать думайте рад был с вами еще раз встретиться до новых встреч мира здоровья дай бог